Друзья, приветствуем вас на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Ripple подаст апелляцию на приговор, если комиссия по ценным бумагам и биржам США выиграет судебный процесс, заявил юрист и помощник суда XRP Джон Дитон. Поднимет ли новая разработка сети Binance Smart Chain цену токена BNB до нового исторического максимума. Генеральный директор Binance Чемпенжао опровергает связь Китая и Binance после иска CFTC США. 8,9 миллиона долларов было выведено из DeFi протокола SafeMoon из-за уязвимости, образовавшейся во время очередного обновления контракта. Юридическая фирма Cooper & Kirk объявила регулирующие органы США в незаконном превышении полномочий в отношении криптоиндустрии. И завершает выпуск краткая аналитика рынка от Кевина Свенсона. Оставайтесь с нами. Апелляция Ripple в иске SEC против XRP будет необходимой для поддержания статуса КВО, так считает юрист и помощник суда Джон Дитон. Также на момент преодоления цены XRP уровня 0,56 юрист Джон Дитон сказал, что данный уровень будет ключевым в зависимости от итогового решения по иску SEC. Цена токена XRP росла последнюю неделю, несмотря на коррекцию на рынке криптовалют и коррекцию цены биткоина в связи с новостями о судебном процессе Binance CFTC. Юрист XRP Джон Дитон заявил, что Ripple подаст апелляцию на приговор, если комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC выиграет дело. Он также сказал, что у XRP самое привлекательное соотношение риска к вознаграждению среди всех альткоинов. Токен совершил впечатляющий рост на 23% по сравнению с ценой за прошлую неделю. Дитон также предположил, на какой уровень может подскочить цена в случае победы Ripple в данном судебном деле. После преодоления сопротивления следующими уровнями будут 0,65 и 0,72. Но в целом крипторынок мог бы выиграть гораздо больше от победы Ripple на SEC, которая обвинила компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Как мы уже и сообщали недавно, предварительное решение по данному делу может быть получено уже в ближайшие недели. Ожидается, что цена токена BNB значительно вырастет после утверждения нового управляющего предложения, направленного на снижение комиссий за транзакции в Binance Smart Chain. Blockchain BSC, который считается одним из главных конкурентов эфира, в настоящий момент рассматривается новое предложение по управлению, которое в случае его одобрения снизит комиссионные затраты в сетевых транзакциях. В недавно представленном предложении говорится, что для BSC нужна более гибкая структура комиссий за транзакции, чтобы обеспечить эффективное распределение блоков и сделать ее более привлекательной для новых пользователей. Согласно новому предложению, снижение затрат будет способствовать дальнейшему развитию экономики BNB и укреплению позиций BSC на рынке криптовалют. В то время как транзакции в сети BSC облагаются фиксированной комиссией в размере 5G, решение второго уровня, существующей за пределами экосистемы BNB, такие как Arbitrum, взимают гораздо более разумные комиссии. Согласно данным, полученным от криптоаналитической фирмы Nansen, на момент подготовки этого материала цена за газ Mediana Arbitrum установлена на уровне 0,1GA. В предложении говорится, что сетевая активность в блокчейне снизилась в результате высоких комиссий за газ BSC. Согласно предоставленной информации, доля объема использования BSC в целом в криптопространстве составляет от 15% до 20% и может сокращаться, если сеть не пересмотрит свои высокие цены на газ. В предложении пользователя было сказано следующее. За последние 6 месяцев ключевые показатели сети не изменялись, что привело к ситуации, когда сеть используется не в полном объеме. Сообщество Binance и в целом крипторынок отреагировало на эту новость положительно. Участники рынка полагают, что это может в конечном итоге привести к бычьему сценарию для нативного токена Binance BNB. После иска CFTC США против Binance и генерального директора Champion CZ Jiao за нарушение правил торговли криптовалютой и деривативами против криптобиржи Binance и генерального директора Champion CZ Jiao были выдвинуты новые обвинения. Согласно отчету Financial Times от 29 марта, Binance и генеральный директор CZ годами намеренно скрывали свои связи с Китаем. В отчете утверждается, что были обнаружены документы, связанные с секретными связями Binance с Китаем, а руководители, включая генерального директора Champion CZ Jiao, приказывали сотрудникам скрывать присутствие компании в Китае. В отчете также упоминается использование офиса до 2019 года, китайский банк для выплаты зарплаты сотрудникам, а также криптовалютные деятельности в Китае. Однако генеральный директор Binance ранее заявлял, что криптовалютная биржа покинула Китай после усиления ограничений на криптовалюту в 2017 году. В 2021 году правительство Китая усилило меры по борьбе с торговлей криптовалютой и майнингом, запретив обмены, а также любую деятельность, связанную с криптовалютой. 31 декабря 2021 года крупнейшая в мире криптовалютная биржа прекратила торги с преоплотанием юаней на своей платформе. CFTC США в иске утверждает, что Binance намеренно не раскрывала местонахождение офисов. Однако некоторые утверждают, что у Binance есть политика работы из дома и большинство ее сотрудников работают удаленно. В ответе на статью Financial Times генеральный директор Binance раскритиковал традиционные средства массовой информации за ложные сообщения. Он утверждает, что данные блокчейна могут легко доказать, что Binance не ведет операции в Китае. В своем твиттере Сизи написал следующее. Благодаря прозрачности блокчейна, традиционные СМИ с ложными нарративами выглядят фальшивыми. Между тем, по данным аналитической компании Nansen, баланс Binance в on-chain составляет 64 миллиарда долларов. Генеральный директор Binance сказал, что биржа ежедневно обрабатывает депозиты и вывод средств на миллиарды долларов. Стоит также заметить, что чистый отток, зафиксированный после иска CFTC США, стал меньше, чем тот, который был зафиксирован во время падения BUSD и кризиса FTX. DeFi проект SafeMoon потерял почти 9 миллионов долларов из-за уязвимости протокола. Аналитическая компания PackShield сообщила, что официальный установщик протокола SafeMoon инициировал обновление контракта, в результате которого возникла ошибка, сигнализирующая о возможной утечке ключа администратора. Во вторник DeFi проект SafeMoon сообщил, что его пул ликвидности был скомпрометирован из-за бага публичного токена, из-за чего злоумышленник смог вывести обернутый BNB из пула ликвидности. В своем твиттер-аккаунте SafeMoon сообщила, что работает над устранением проблемы как можно скорее. Тем не менее, подробностями инцидента платформа не поделилась. Вскоре после инцидента компания PackShield, занимающаяся безопасностью блокчейн, сообщила, что данная ошибка появилась во время последнего обновления контракта проекта, инициированного официальным лицом SafeMoon. Компания предположила, что произведенное обновление могло привести к утечке ключа администратора. Web3 и DeFi разработчик Mark также объяснил, что злоумышленник воспользовался функцией публичного сжигания, которая позволяла пользователям сжигать токены с любого адреса. Данная функция позволила злоумышленнику удалить SVM, собственный токен SafeMoon, из пулы ликвидности проекта в RaptPNB, что привело к искусственному скачку цены SVM. В этой же транзакции злоумышленник продал токены SVM по завышенной цене в тот же пул ликвидности, вымыв оставшийся токен, завернутый BNB. Со слов Марка, SafeMoon потеряла около 8,9 миллиона долларов из-за, цитата, «чрезвычайно очевидного эксплуата». И хоть Марк и назвал данный инцидент взломом, некоторые наблюдатели за событием утверждают, что данная ошибка была функцией, намеренно оставленной в контракте SafeMoon, для умышленного выкачивания средств пользователей. Противоречивое поведение проекта SafeMoon было подпитано и неуместными комментариями о случившемся инциденте. В настоящий момент компания столкнулась с судебным иском, в котором она обвиняется в неверном истолковании токономики для инвесторов SVM. Юридическая компания Cooper & Kirk обвинила регулирующие органы США в незаконном превышении полномочий в отношении криптоиндустрии. Вашингтонгская юридическая фирма Cooper & Kirk в пятницу 24 марта выпустила официальный документ, в котором утверждает, что федеральные регулирующие органы США ведут тайную финансовую войну против индустрии крипто. В отчете утверждается, что регулирующие органы, такие как Федеральная корпорация страхования депозитов FDIC и Клиринговая корпорация опционов OCC используют регулятивные инструменты и тактику давления, чтобы ограничить степень интеграции цифровых активов в финансовую систему. Федеральные банковские регуляторы должны быть привлечены к ответственности, заявляет компания. Она также утверждает, что документ Operation Checkpoint 2.0 лишает предприятия их конституционных прав на надлежащую правовую процедуру, нарушая доктрину отказа от делегирования и доктрину по отказу от принуждения. Купер и Кирк полагают, что в результате этих мер предприятия и частные лица в отрасли были лишены банковских услуг и лишены доступа к сети автоматизированной расчетной палаты ACH. Хоть компания и признает, что сыграла важную роль в формировании первоначального документа Operation Checkpoint, тем не менее она заявляет, что теперь Конгресс должен привлечь к ответственности федеральных банковских регуляторов. Чарльз Хоскинсон, основатель Cardano ADA, охарактеризовал технический документ как тщательно подготовленным, письмом, захватывающим чтением и самым подробным письмом, который он когда-либо видел по этому поводу. Хоскинсон рекомендует направить письмо в Конгресс и призывает своих читателей информировать конгрессменов и сенаторов о происходящих нарушениях нормативных требований, а также о риске и причиненном ущербе. И в заключении выпуска очень короткий обзор по рынку от Кевина Свенсона «Самая суть» и «Самая соль». За 15 секунд Кевин расскажет нам то, на что важно обратить внимание. Давайте послушаем. Подводя итоги того, что мы видим в движении цены биткоина в короткосрочной перспективе, мы можем увидеть движение вниз, но если посмотреть на более крупный таймфрейм, более крупный таймфрейм выглядит очень паблище. Верно? Это очень хорошая структура, по крайней мере, сейчас мы все еще в параболе. Это был суперкраткий обзор рынка от Кевина Свенсона. А на этом мы с вами прощаемся. Желаем вам отличных трейдов и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok